Значит, сейчас. Простите, следующий доклад у нас Тарас Александровича Шияна о неустранимости смыслов из формально-математических исследований. Сразу хочется сказать, что заглавие производит отрадное, обнадеживающее впечатление. Я попытаюсь так. О неустранимости смысла в формально-математических исследованиях. Хорошо, да. Я вот заявил тему, но при этом потом пришел в некоторые... Программатическое недоумение. Собственно, как и что мне рассказать, поскольку... Так, это я выключил, а это вы мне выключили? А, понял. Ага, поскольку для логиков и математиков надо было бы одним образом... Назад можно, да. Для филологов или философов, историков, работающих с текстами, безусловно, надо как-то рассказывать иначе. То, что мне хотелось с вами обсудить, это как строится смысл формальных математических конструкций. Но, опять же, чтобы было понятно и программатически, откуда это ведет, и хотя бы... Ну, и те проблемы, которые из решения которых такое вот исследование возникло... Нужно все-таки познакомить с исходной проблематикой, показать хотя бы несколько простеньких примеров. Ну, вот я попытался как-то... Да, и это все делать за короткий период заклада. И я попытался как-то эту задачу решить. Ну, вот я к ведущему обращусь, что если... Ну, потому что я очень забалтываюсь, чтобы где-нибудь минут за семь до окончания мне сказали, и я, так сказать, если не дойду еще, то я, ну, как бы до вот описания уровней конституирования вне смыслов, то я тогда пересхочу на эту часть, и уже об этом хочешь что-то расскажу. Ну, вот все это возникает в ходе, в начале попыток применения, ну, а потом критики формальной методологии. Ну, вот я на доске привел несколько цитат из оснований теории множествов Ренкеля и Бархелила, как они определяют суть формального метода, что во внимание должны приниматься только вид и порядок символов к посоведовательностям, которых, собственно, и применяются правила вывода. И для этого достаточно было бы самого минимума так называемой глобальной интуиции, нужной для умения решить, совпадают ли два рассматриваемых символа или нет. Термин глобальная интуиция выведен Дэвидом Гильбертом. Ну, вот то, к чему я пришел, что формальная методология применима только в некоторых узких, жестко фиксированных контекстах, которые я называю формальными, вот. Они, собственно, задаются системой, предлагаемых автором какого-то текста конвенции. И пока мы имеем в виду этот текст и принимаем эти конове, мы находимся в этом формальном контексте. Как только мы переходим к другому тексту и другой системе коновенции, это уже другой формальный конотекст. И сравнивать построения, описанные в двух разных формальных конотекстах невозможно. Вот опираясь на так описанную формальную методологию, необходимо учитывать смысл. Ну, что может быть для присутствующих не логиков, не математиков и покажется очевидным, но, как сказать, это обычно уходит из поля зрения тех, кто тренирован мыслить именно формально, как логик, формально работающий математик. Ну, вот пример, показывающий, ну, тут такой очень простенький пример, показывающий, что можно, если следовать формальной методологии, то очень легко перейти к абсурдным результатам. Ну, вот, например, вверху, в первой строчке приведены две графемы, которые обычно используются для обозначения канэйюнгцы, логического и. Это два разных знака. Ну, кто-то, может быть, не согласится с этим. Ну, типа, это же можем так канэйюнгцу обозначить, можем так. Так, это как бы не имеет логического значения, графическая разница. Это так, но, тем не менее, это два разных знака, что можно обосновать и генетически. Знак, вот этот вот скорючка, да, называется амперсант. Это, ну, так сказать, этот термин непоременим вот к второму знаку, который логики иногда называют перевернутой галочкой и наоборот. Также, так сказать, оба знака имеют разные происхожидения. Амперсант – это лигатура, получившееся слиянием букв Е и Т. это, да, один из способов передачи союза И. Вот, а вот галочка – это перевернутая буква В от ВЛЛИБА. Опять же, вот, так что, вот, если мы ходим из нашего общекультурного понимания, а к нему, как кажется, и апелле руют, ну, вот, а в начале процитировано новотек, тексток, когда У упоминают некую глобальную интуицу, это два разных знака. Ну, теперь построем такой вот парадокс в каком-то мысле. Вот пусть П красивая – это некоторое множество пропозициональных симов. Ну, то есть, значков из поля, взуемых для обозначения каких-то высказываний. И с формулируем два исчисления, ну, две формализации логики высказываний. Одна – это вот, ну, это же, это вот множество симов в ЛАВПЕ, знак кочерга для отрицания, и галочка перевера, ну, то я, для Каны Юнгции. А второе – это же множество пропозициональных симов в ЛАВПЕ, ЛАВПЕ, этот же знак кочерги, но уже знак отрицания. Да, ну, вот я пропустил, что в этом множестве пропозициональных симов нету знаков ТИФ, ну, то есть, для тождественно истинного и тождественно ложенного предложения. Вот тогда, если мы рассуждаем строго парамально, то есть, опираясь на наше понимание, да, совпадают два знака или нет, то мы должны констатировать, что вот два совершенно одинаковых исчезления логики высказываний, отличающихся только, да, вот тем, что они используют две разные графемы для Каны Юнгции. Так вот эти два исчезления не будут иметь ни одного общего закона. ну, если мы рассуждаем строго парамально, да, вот, хотя логически мы понимаем, что это два абсолютно одинаковых, ну, аккредитически, то это одно и то же исчезления. Ну, вот, аналогичные примеры можно просто роить и для других пар графем, обозначающих другие пропозициональные связки или же, скажем, для графем, обозначающих какие-то силогистические связки в рамках формальных силогистик. Ну, вот, можно было бы, как вот на этот пример мне возражают, вот на Ана-Харасисе вот в этом году, насколько я помню, вот выступавший вчера Владимир Иванович Шалак, если я не путаю, вот, ну, говорит, так сказать, ну, вот так вот мы же можем сказать, что, ну, что галочка и амопересант графически равны, и все, так сказать, у нас все остается, как было. Ну, так-то оно так, но вот если попытаться расписать, да, ситуацию, вот у нас есть один текст, текст 1, в котором задано исчисление 1 в алфавите, опять же, там, А1, ну, вот, с галочкой для передачи к конею на КЦ, и для этого исчисления вот доказано какое-то множество теорем П1. Есть текст 2, да, в котором, ну, с татья, да, какая-то, в котором описано исчисление 2 в алфавите А2, и, так сказать, доказано множество теорем П2. То есть я, да, как исследователь должен прочитать текст 1 и текст 2, их понять из содержания этих текстов, понять, что описанные в них исчисления 1 и исчисления 2 – это фактически одно и то же исчисление, ну, да, отличающиеся только одной графемой, да, и это понимание, тогда я могу в своем тексте 3, да, уже, который пишу я зафиксировать, как чтобы, да, галочка графически равна амопересанту, вот. И тогда, так сказать, я могу просто роить свое исчисление 3, которое либо совпадает с одним из предыдущих, либо может отличаться от них, и тогда я еще, да, добавлю еще несколько аналогичных положений о графическом совпадении Сима в Лаф. И тогда я могу про свое исчисление 3 доказывать новые теоремы, теоремы, опираясь на уже ранее доказанные теоремы P1 и P2, да, то есть я читаю текст, его понимаю, провожу соответствующие параллели, далее, далее это свое понимание, да, фиксирую в своем тексте 3, и, да, после этого я могу в рамках него, да, так сказать, какое-то время поработать как бы формально. Вот, но это только вот, да, есть ситуации, когда можно поступить так, но есть и более сложные ситуации, когда уже так сделать не получится, и более того, когда, как кажется, нам нужно поступать вопреки тому, что подсказывает вот эта вот глобальная семиотическая интуиция, или, как я бы сказал, общекультурный семиотический навык. Ну, вот один из примеров, да, ну, я в начале двухтысячных построил по чью товарищей программистов информационную системы, в которой показывалось сравнение по множеству теорем, более ста формальных силогистик, примерно половина из них в моей кандидатской было описано, ну, их сравнение, ну, вот по этому примеру, я вот взяты из моей реальной практики как логика. Ну, вот в книге Владимира Александровича Семирнова, это логик такой, был в Институте философии, в книге «Логические методы анализа научного знания», «Москва, 80, сиди, мой год», в статье грузинского «Логика», вот я никак не могу запомнить его имя, имя О, О, Т, Ч, 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 В, Л, И, М, Ч, Д, Линшевили, статья «Подитивная асерторическая силогистика и логика одна местных П-ридикатов» была опубликована в 1986 году в соборнике «Логика и системные методы анализа научного знания» и в книге заведующего кафедрой логики сейчас Владимира Ильича Маа «Рокиносилогистические теории в осовременной логике». Москва, 2021 год. В каждой из них описано несколько формальных силогий, с эти часть из которых описано во всех трех работах. Ну, вот они, к сожалению, самые важные и не показаны, то есть не видно вот из-за планки программы. Ну, я переключу на следующий кадр. Там я вот повторил вот. Общеутвердительные высказывания в книге Семеренова может иметь вид АСП, где А большое, да, это знак общеутвердительной силогистической связки, а С и П – это общие теремины, да, то есть всякий С есть П. А в книге Маркина это же передается иначе. С, А, П, где А малые в средней позиции, да, опять же, общутвердительная силогистическая связка, а С и П – это общие теремины. И у Татьемы Чеде-Лешей-Вилли это же может иметь вид как А большое, А малое, Б, где А большое и Б большое – это, опять же, общие термины, а А малое – это общий утвердитель наясилогесоэтическое. Соответственно, чтобы вот эту ситуацию разрулить логически, то есть нам нужно, во-первых, А большое и А малое в работе Мачеде-Лешей-Вилли различить между собой, что вполне соответствует требованию формальной методологии, как было описано в начале. Но при этом дальше уже идем, что А малое в книгах с Мирнова и Марыкина нужно отождествить между собой. Вот я выделил это красненьким. И при этом отождествить с А малое из статьи Мачеде-Лешей-Вилли и книги Марыкина. И отождествить А малое из книгах с А большим из книги Смирнова. И дальше А большого из статьи Мачеде-Лешей-Вилли отличить от А большого из книги Смирнова. То есть формально тут уже формально здесь уже это не работает. То есть нам необходимо учитывать смысл используемых значков. Так, ну поскольку времени уже мало, но я усыпел, показал два приготовленных примера, показывающих, что формальная методология не универсальна, а как и все в логике, имеет, ну и поременимо только в некотором узком контексте, так сказать, выход за его пределы уже, так сказать, меняет ситуацию, заставляет работать как-то иначе. Так, ну вот я обращу, ну вот для тех, кого Зинти рисовала, вот эта вот часть моего, так, Лада вот могу указать вот работы, в которых это было, и обратить внимание на ПУ-НКТ-4, да, это вот пока что заключительная сатьяна поллиста, она должна выйти вот в материалах Анаха Расиса этого года. Да, вот Аня говорит, что там в течение месяца, да, там полутора, это уже должно быть на, ну, на Е-Лай, да, может быть и в ИСТ-Рее. Ну вот, с точки зрения семиочки, как мне кажется, да, вот такая ограниченность формальной методологии связана с двумя моментами, что с одной стороны любое формальное построение основано на некоторой системе условных обозначений и договоренности и договоренности и договоренности и обозначений действует. И с другой стороны, если мы рассмотрим как бы общий математический символенный дискурс, то мы найдем, ну, увидим, что он устроен, ну, наподобие естественного языка, то есть там есть и отношение синонимии, амонимии, многозначенности, ну, в силу лучевок, да, вот как вот это было показано на двух рассмотренных примерах, да, мы, так сказать, не можем, опять же, работать формально за пределами фиксированной системы условных договоренности. на эти все, так сказать, я перехожу, сколько у меня, ну, можно я быстро, да, вот, потому что вы все-таки про уровни построения смыслов, вот, да, ну, то есть поскольку, да, так сказать, я показал, да, что нам постоянно, да, так сказать, даже имея установку на формальную работу, постоянно нужно обращаться к тому, как мы понимаем, как бы бессмысленные значки, то возник вопрос, так сказать, какой смысл вы все-таки о ней заде рыжат, и как этот смысл появляется, и здесь можно выделить очень много разных шагов и нюансов конституирования этого смысла, бессмысленных, да, как бы, значков. Ну, вот, три основных – это некий смысл, остающийся, да, от понимания значков, которые мы взяли из нематематической практики, ну, например, букв латинского фавита, да, мы умеем различать большие и малые буквы и так далее, да, это уже, так сказать, у нас это умение есть, да, как бы, до математики. Здесь же еще второй уровень смысл за специальных математических обозначений, которые они приобрели в общематематическом дисеку, рассинус, да, там, плюс, да, как бы, понятно и без определения, да, или минус, равно и так далее, вот. Но тут вот, ну, хотел вот по поводу феноменологического заключения в скобке вынесения за скобки порой эту метафору сказать, но раз в время уже и текло, я, так сказать, это опущу. Так, второй уровень – это смыслы, приписываемые этим значкам вербально, в первую очередь, когда описывается формальный алфавит, да, обычно указы в ЕЦ, это вот, там, знаки для высказываний, там, это переменные, это вот знак конъюнкции, там, дизеюнкции, или, так сказать, это знаки для двухместных логических связок, и цагэдаэлие, да, то есть мы также вот этим неявно, да, приписываем им смысл и очень активно этим смыслом пользуемся, хотя можем это и не замечать. Ну и также все, что в рамках статьи, например, да, пишется по поводу вот того формализма, который мы строим, да, так сказать, это также нагружает его некоторым дополнительным смыслом, и в каких-то случаях мы, так сказать, апеллируем и к нему. И, собственно, формальный уровень, он там также как минимум два слоя, один, когда мы определяем формальный язык, и у нас, собственно, происходит разделение, например, знаков высоказываний от знаков связок, да, вот, и второй уровень, когда уже задается логическое исчисление, и наделяем значки конструкции некоторым дедуктивным формальным смыслом, да, так что вот как минимум вот три, да, уровень, и в каждом из которых также есть несколько этапов или слои ее в конституировании смысла, ну, видимо, все. Ну, там, все, да? Ну, вот, выводы основные, ну... Спасибо. Так, ну, хотелось бы напомнить, что уже Гегель обратил внимание на то, что форма существенна, а сущность формальна, так что, конечно, это так. Ну, а во-вторых, самые большие несогласия, как показывает история разных общностей, возникает по абсолютно дурацким поводам. Ну, что вы иллюстрируете на вашем материале, ну, например, буддийская санга Бирбы страшно дралась в XVIII веке по тому вопросу, как носить, значит, верхнее буддийское облачение по выходе из монастыря. Причем во всем остальном они были согласны. Ну, или еще вспомнить такой-нибудь там Шибболес, да, известный древнееврейский. Так что благодарю вас за важное в нашем контексте подтверждение этой истины, которую не стоит забывать. И прошу вопросы и суждения. Вы извините, но, как бы сказать, я вот все-таки, видимо, тупой, а я не понял. Ничего. Почему ничего? Потому что главного не понял. Вот смотрите, вы говорите о конституировании смысла. Очень хорошо. Вот если бы вы этого не сказали, я бы даже не сдавал этот вопрос. Какое дело, что смысл конституируется, в том числе вербальным определением? Очень хорошо. Дальше. Вы вначале говорите. Вот у нас амперсенда, кочерга, и это тоже. Как нет? А, амперсенда, галочку. Это одно и то же. Или там кочерга и волнистая черта. Одно и то же. Нет, но амперсенда, галочка, одно и то же, потому что это и. Я показывал, что это разные знаки. Ясно, что разные знаки, они начерчены по-разному, но это одно и то же, это один и тот же смысл. Вот что-то я все-таки не понял. Если это и то, и другое и. Ну, какая разница, это «эт», это «и», это «ва» по-арабскому. Да-да-да. Это одно и то же, только если мы учитываем, придаваем им смысл. Да вот я же про это и говорю. Ну, послушайте, любой человек в здравом уме, не тот, который свято верит Бенхилелю и Френкелю, а человек в здравом уме, понимает, что если у нас есть два разных значка для обозначения одного и того же, то это одно и то же. И строить громоздкую вот эту всю систему Т1, Т2, А1, А2 для того, чтобы доказать очевидное, может только тот, кто изначально освободился от смысла. То есть, если мы выкинули смысл на помойку, и у нас остался только формальный значок, тогда для нас огромной проблемой является, каким же образом амперсент оказывается тем же самым, что галочка перевернутая. Да, действительно, как? Они же пишутся по-разному. Как они могут быть одним и тем же, если нет смысла? Мы же от смысла освободились, мы же только устанавливаем формальное совпадение знаков. И вопрос мой заключается в том, не был ли порочным этот шаг в логике, в математике не знаю. Я не говорю про математику, но в логике, которая имеет дело-то вообще-то изначально с мышлением. Не был ли он порочным? Потому что в результате приходится заниматься чем-то абсолютно абсурдным. Потому что если бы человек, опять же, в здравом уме, я не знаю, из племени Мумба-Юмба, который не нагружен вот всем этим, и он бы сказал, вы чем занимаетесь? Ну, вы же изначально сказали, что это одно и то же. Дальше вы нам полчаса доказываете, что это одно и то же. Опираясь на какой-то сложнейший аппарат, который мы еще должны понять. Ну, как это? Ну, в самом деле, ну, не абсурд, что ли? Так, ну, нравится это или нет, да. Ну, вот это методология, на которой в последнем веке работала очень большая часть математиков, в том числе ведущих. Например, весь проект Бурбаки связан, так или иначе, вот с формальными методами, ну и значительная часть логиков, да. Поэтому понимание их методов работы, ограничений, границ, в которых эти методы применимы, да, так сказать, важная часть исследования методолога науки. Вот я, так сказать, после защиты уже, там, мы много лет, да, занимаюсь не, собственно, логикой, да, а работаю как методолог, пытаясь понять, описать, да, как же на самом деле устроен дискурс, формат, ну, математики и логики. Вот. Поэтому, так сказать, да, ну, я вот, да, показал, так, у нас исчезло, да, вот, что два значка, они формально разные, да, они и разы, ну, и генеалогию имеют разные названия, да, поэтому это два разных. То, что, так сказать, мы можем в каком-то контексте считать, что это два одинаковых значка, да, в АБС, это не отменяют факта, что это, что они разные, да, то есть мы можем считать, что это одно и то же, а можем строить, например, есть мультилогические системы, где несколько логик соединено в рамках одной, да, и у нас эти значки, ну, то есть один из них может обозначать классическую конъюнкцию, другой какую-то неклассическую. Ну, вот, скажем, система, которую разрабатывает группа Виктора Константиновича Финна, ну, так сказать, у них там ряд экспертных систем, построен вот на базе такой двухслогенной логики, там, так сказать, один у равенета классическая логика, другой трехзначенная логика почвара, ну, как пример, да, то есть это вовсе не обязательно даже в логике один и тот же, ну, как бы, да, то есть один и тот же знак, то есть вот я привел пример, так сказать, да, как можно, что, да, отхок часто, ну, то есть мы можем как-то попытаться записать, зафиксировать систему отождеств в линии так, чтобы результаты наших предшествий вененников использовать в рамках собственной работы, да, максимально, ну, не нарушая, да, сохраняя требования формальной методологии, вот. Вот, но мы никогда не можем сделать это наперед, ну, вот я показал только два примера, вот в моих работах их бо, лише и более запутанные мы показывающие, что даже есть ситуации, когда мы не можем на основании смысла принять однозначного, ну, да, решения, как нам проводить формализацию или сравнение, а должны, ну, как тут вот вчера говорили, действовать по-исламски, да, то есть у нас есть два возможных решения, и мы делаем выбор, вот чисто, как бы, ну, то есть, да, логические, ничем не мотивированные, да, так сказать, из одного выбора будут одни следствия, из другого другие, но логические, так сказать, они равнозначны, то есть, ну, вот тут этого примера не было, но вот в сеть, хотя в сбор, 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 рынники по анахаросису, он будет рассматриваться, вот, ну, да, так что, вот, ну, а что касается применения этого формальной методологии в логике, ну, вот в рамках какого-то логического исчисления, да, построения логического вывода, ну, это вполне естественный способ, да, то есть рассуждать строго формально, да, ну, кому это, ну, да, ну, сказать, в этом суть логики, да, вот, а вот как только мы выходим на, как бы, мета у ровень, да, когда работаем не внутри исчислений, а сравы не выемых, там, сравы не выемформальные теории, что-то еще, вот тут появляются, да, ограничения, и надо как-то, ну, понимать, как формальный метод работы внутри исчислений должен правильно сопрягаться вот с идеейными, там, филхосовскими или иными соображениями, так сказать, когда мы на более общем теоретическом уровне работаем. Ну, вот, вот, как бы, это вот мое понимание, да. Спасибо за великолепный, если можно сказать так, логический, да, теоретический числовой эксперимент. Вот, начав с полной беспредпосылочности, начав с чистого такого знака, да, произвольно наделяя его смыслом, мы запутываемся. В общем, вот, ровно, как бы, вот, ровно то, что сказал Андрей Владимирович, просто он слегка был возмущен, у нас с ним совпал смысл, да, но эмоциональные отношения несколько разные. Мне, как раз кажется, великолепно то, что мы теоретически показываем, да, вот так эмпирически, да, экспериментально, если можно говорить, что мы заходим в тупик, да. Вот, очень интересно, спасибо. Если кто-то читал описание формальной математики у Бурбаков, то там после этих значков дальше говорится через, ну, станет 15, что для того, чтобы с помощью формальной математики получить единицу, нужно несколько десятков тысяч знаков, и кому это надо, неизвестно. Так, ну, все, мы должны, благодарю вас, коллеги, можно дальше и продолжить, но...